Лёша! Лёша! Лёша, ку-ку! Я не пойму, ты в Астралии или на Первом канале? Эй! Здравствуйте! Я Лариса Буфеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки! Вот как вы думаете, если мужчина всё время жучит, что он не орёл, но в интимном плане, он что, превратится в страстного жеребца или станет обычным кобелём? С ума сойдёт. А вот наш мужчина, наш жених остался человеком при этом, а бороться за него сегодня пришли активная Анна, искренняя Нигелина и терпеливая Олеся. Но сначала давайте с женихом познакомимся. Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Я пришёл встретить девушку, которая попадёт мне прямо в сердце, как стрела Купидона. И поможет мне в этом моя сестра Наталья. Проходите. Алексей, 39 лет. Его супруга устраивала скандалы и отказывалась выполнять супружеский долг. Терпел унижения до тех пор, пока не понял, что его психическое состояние достигло критической точки. Алексей – директор фирмы в сфере IT-технологий и владелец коммерческой сауны. Увлечённый поёт в караоке, ходит в спортзал, пишет стихи и совершает астральные путешествия. Гордится своей коллекцией парфюма и предупреждает, что в его доме всегда царит творческий беспорядок. Алексею категорически не подойдёт женщина, которая не любит целоваться. Готов жениться на голубоглазой брюнетке, которая будет ухаживать не только за собой, но и за ней. И что это такое? Это мы привезли от себя с нашей Родины. Вот это вот в вашей передаче «Кот», который сделан из дерева. Чистое дерево. Он символизирует. Наша алтайская, это для вашего рода. Да что вы! А что, это символы алтайского края или что? Нет, это символ домовитости. Подарки. Слушай, молодец, красиво так. Алексей, во-первых, вам огромное спасибо, что вы заговорили об этой проблеме. А это действительно не просто проблема, а проблемище. Мы так долго избегали этой темы, и родители нам внушали, что дело не в этом. А Роза вообще считает, что если дом полная чаша, то всё остальное не имеет значения. И имеет ещё какое. Потому что я знаю, будут жить с алкоголиками, с никудышними хозяйками, с плохими женщинами. Но если в этом плане, в интимном, я имею в виду, всё хорошо, будут жить до старости лет. А у вас, что у вас-то произошло? У нас случилась встреча, вот. И, как я понимаю, она была не вовремя. Сколько ей было лет? Ей было 22. Она, вы были у неё первым мужчиной? Да. А случилось у вас всё до свадьбы? Да, к сожалению, наверное. Почему, к сожалению? Это что, было насилие с вашей стороны? Я думаю, нет. Я думаю, для неё, к сожалению, она была не готова, наверное. Но бывает, что у них биоритм не совпадает. И вот когда у вас уже началась взрослая жизнь, с отдельной спальни, с отдельной взрослой кровати, здесь что произошло? Здесь, опять же, не состыковка характеров. Ей нравилось утром, когда нужно бежать на работу. Мне нравилось вечером, потому что нужно было поспать перед работой. Потом это стало происходить реже и реже. Лёша, поговорить просто за этот вопрос. Разговаривали. В чём дело? И что она вам отвечала? Ну, поначалу ничего не отвечала. Говорил, всё хорошо. И я старался эту тему не затрагивать, потому что она была больной. Своей стороны применял какие-то ущерения, уловки. Делал приятное. Литературу можно было бы почитать? Ну, литературу мы стали читать гораздо позже, когда... Слушайте, ну она ведь даже умудрилась забеременеть от вас. Нет, это был специальный спланированный шаг. Алексей, кстати, хорошее имя. В основном Алексей добрый. Лёха, Лёха, Лёха. Ей без себя так плохо. Сейчас сделаем это. Наташа, вы родные брат и сестра. Я думаю, вы девушка опытная и, наверное, в теле. А вы со своей стороны заловка приходили и говорили там, Люся, расскажи, а в чём проблема-то? Мы разговаривали. Мы пытались уже, когда был ребёнок, потом второй ребёнок. Я говорила, вы сделайте, давайте детей нам. Мы посидим с ними. Романтический ужин. Вы были в теле? Вам она что-то говорила? Типа не могу. Не совпадай. Вот он, когда приходит с работы, да, я уже устала, там, я не хочу. Тебя смущает, что у него есть дети? Нет. Нет? Нас тоже не смущает. Нормальный, хороший мужик. Скажите, пожалуйста, я прямо вот боюсь спросить. Может быть, она была извращенка? Ну, были какие-то нюансы. Радовалась она в те минуты, когда кто-то был неподалёку, допустим. То есть возбуждала её, да? Возбуждала, да. Родители там за стенкой. Потому что первая ночь у нас именно по этой причине сорвалась. Я не хотел, чтобы её мама была в комнате, а она хотела. Надо было, не знаю, надо было тащить секс-шоп, надо было идти к секс-опатологу. Может быть, есть в ингр-вечеринке, в конце концов. Ну, в общем, ей нужен был какой-то страх, экстрим и так далее. Возможно. То есть адреналин может что-то там в организме переворачиваться. Но стандартные отношения, то есть, которые у нас были, они не рады. Хорошо, Плёш, давайте так. Дело прошлое, вы развелись. А с другими девушками у вас же, понятно, были отношения? Претензий не было? Я думал, что я какой-то неправильный. И после развода я кинулся во все тяжкие. И вот когда вы кинулись во все тяжкие, это правильно? Каждый мужчина должен самоутвердиться и проверить себя, всё ли в порядке. Так вот, другие-то не жаловались? Жалобы ни в письменной, ни в почтовой форме не приходили. То есть, как бы девушки хотели продолжать отношения. Но в силу того, что цель у меня была самоутвердиться на этом поприще, я очень часто начал их менять. Так должно быть. Но не у всех же с первого раза всё. Разводился тяжело. Как разводились? Разводился тяжело. То есть, я... Она не отпускала? Она не держала. Я скажу, она не держала. То есть, последней каплей было то, что, когда она послала меня просто матом в определённый день. И я в этот очередной раз, когда мы поругались, хотел её ударить. Ну, сдержался, ударил в дверь. Ручку сломал, там, ещё что-то. Вот. И я просто махнул руками и хлопнул дверь и ушёл. Потом вернулся, когда никого не было дома, забрал вещи и переехал к маме. Мы его к себе примем, если что. Лёш, а вообще, кто первый заговорил о разводе? Вот кто первый произносил? Я. То есть, её всё устраивало. В принципе, и бизнес, то есть, которым я приносил деньги, то есть, пропадал на работе. Вы четырёхкомнатную квартиру, вон, замахнулись. Ну, замахнулись, да. Хотели сначала одна, потом двух. Ну, я оставил детям всё, да. То есть, я человек непритязательный. Ну, у меня есть дом ещё свой, есть бизнес. А вы вообще уживчивый человек? Вот как у вас с друзьями складываются отношения, с родственниками? У меня всё нормально. И с друзьями, с родственниками. Очень популярный. Я слыву там, адой в своём окружении. То есть, все вечеринки, праздники я устраиваю. С вами легко договориться? Ну, я как бы принципиальный, во-первых, да, и требовательный. Требовательный. Я очень требовательный тоже. Мы как будем друг другу требовать. А можно ваш монастырь посмотреть? Я знаю, видео есть. Давайте попробуем. Это моё ночное рабочее место. Здесь же я пишу свои рукописи стихов и шуток, которые недавно начал писать. На работу я хожу вот так. А это моя слабость. Мечтаю научиться играть на фортепиано. Ну, пока плохо получается. Держать себя в хорошей форме не помогает спорт. Я всегда смогу тебя защищать. Люблю кататься на мотоцикле. Заднее место с руками. Я знаю друг от друга мы с тобой. Никуда уже не денемся. И я скажу тебе. Давай поженимся. Давай поженимся. А это у вас всё в Барнауле, да? Да. А вы вообще невесту в Барнаул повезёте или готовы эмигрировать? Я пытался эмигрировать в Москву. Я приспособлюсь. У меня специальность такая, что я найду работу везде. Да. Прям идеально. Добрый такой. Ми-ми-ми. Да. Лёш, скажите, готовы на сегодняшний день полюбить кого-то больше, чем себя или хотя бы вровень? Я, если люблю, я люблю искренне, откровенно и на всю катушку. И тогда какую видите рядом с собой жену, которая бы вас полностью устроила? И вы, Наташа, помогаете. Вы правильно сказали, что сексуальная жизнь, она должна быть гармоничной. В первую очередь мы должны устраивать друг друга в постели. Ну, естественно, послушайте, даже Василиса сегодня в свои 64 года ждёт ребёнка. Естественно. А ты думаешь от этого? Я думала от этого. Вот о той самой гармонии и о той самой стороне жизни. Девушка всё-таки должна быть активная. Что ещё? Ну, во-первых, должна быть любовь взаимная. Хорошо. Без этого я не согласен. Что исключает? Я думаю, нет смысла. Что исключает? Допустим, бурное прошлое или детей в прошлых отношениях? Ну, прошлое, оно тоже зависит. Ну, дети не являются... Не помеха. А если двое? Нет, я люблю детей. Двое. Всех вырасти? Ну, это надо как бы... Вы своих не можете вырасти. ...сориентироваться, да. Я бы вам рекомендовала уже взрослую женщину лет 35 с ребёнком, пускай лет 10 уже ребёночку будет, чтобы, в принципе, и на вас хватало времени. Ну, 10 ещё нормально, не 18. Это вот так как-то это... Потому что вы молоденьких это ещё про сексуальность вспоминаете, чтобы ещё совпадало, не совпадало. А взрослая уже с опытом женщина, она закроет на это глаза старико. Ну, главное, чтобы она выглядела хорошо хотя бы лет на 30. Я согласен. Когда будете на пластику денег давать, тогда и на 30 будет выглядеть. Видишь вы, и хотите, чтобы выглядела. Поэтому, ну, вот... С пластикой можно и из лягушки красавицу сделать. Я на лягушке... На лягушке я не готов жить. Я очень даже хорошо на 30 выгляжу. Правильно. Но за свои. Поэтому, конечно, сидит мечтатель, который мечтает, что приехал из Барнаула, ну и что-что дом будет у него, как говорится, счастье. С 28 лет девчонки тоже не разбежались, знаешь, и помоложе есть мужчины. Вот, ему нужна такая, как ты, чтобы сказала. Не, у тебя реально нормальные, адекватные советы. Вам нужна либо девушка, которая будет ловить каждое ваше слово, совсем соглашаться, разделять все ваши интересы, ну и так далее. Не согласен, подороста не будет. Либо она должна быть... Это мое сейчас пожелание, поэтому не перебивайте, пожалуйста. Либо она должна быть под вами и соглашаться во всем с вами, разделять ваши интересы, быть такой вот кошечкой, как вы подарили. Либо она должна быть очень сильного характера, абсолютнейшим авторитетом для вас, которого вы будете немножко побаивать. Ничего в этом нет плохого, будете идти. Но она должна немножко на вас лапку положить и сказать, нет, Леша, тебе сороковник, поэтому я считаю, что должно быть так. У меня лапку не положить. А, Василиса? Ну, Ваша вторая жена будет разительно отличаться от супруги первой. Хотя, естественно, каждый из нас выбирает человека одного, но за что-то вы ее выбрали, поэтому уж не надо так самого себя пинать. Нет, я имею в виду, что второй раз на одни и те же грабли я никогда бы не решился. Не будет никаких грабель. Но Ваша первая супруга действительно была человеком более отстраненным, чем вам нужно от вашей реальности. Но готовьтесь к тому, что новая женщина и новая жена, ну не то, что новые проблемы, но в любом случае она несет новые задачи для мужчин. Она будет неунывающей и веселой. И нам сегодня такую нужно выбирать. Не, не, у тебя не будет никаких тех же грабель. Он почувствует другую жизнь, другую энергетику, другой эндринамин, другой экстрим. Идите, знакомьтесь с невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, привет. Привет. Меня зовут Аня. Хочу подарить тебе подарок с намеком. Мне белое очень идет. Съедобный? Нет. Спасибо. Спасибо. Будем с готовым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анна, 30 лет. По образованию экономист, работает региональным представителем в строительной компании, любит настольный теннис и путешествия, гордится своей финансовой стабильностью и предупреждает, что не потерпит мужчину, который громко храпит. Первый возлюбленный Анны был бандитом, второй – маменькиным сынком, а третий все время проводил со своей бывшей семьей. Надеется, что Алексей – порядочный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Эка вас побросала-то к таким разным мужчинам. Да. Но ничего, в 30 лет у всех уже опыт был бы странный, если бы вы сидели, вот сейчас такая 30-летняя красавица, и у вас ничего бы в жизни не было. Но бандит, как он появился у вас? Вы знаете, мы были с соседями, жили в соседних домах. Когда мы начинали с ним отношения, было, в принципе, все нормально, обычный был молодой человек, но потом он попал, так скажем, в такую компанию, соответственно, где начал вести образ жизни криминальный. А не страшно было? Вы знаете, было поначалу страшно, я ему задавала вопросы. Когда это, типа, закончится? Это романтика вся. Да, когда, да. Что дальше? А сколько лет вам было? Мне было где-то, ну, 18-19. С бандитом, боже, занесло же. Анечка, и вот когда вы, слава богу, сделали ноги от своего брутального мужчины, тут появилась просто полная ему противоположность, маменькин сынок. Да, у меня был такой. Ну и чего вдруг, как говорил Давлатов? Нас познакомили, мы познакомились, так скажем, на вечеринке общих друзей. Был, в принципе, хороший молодой человек, начали встречаться. Буквально меньше, чем через месяц он пригласил, так скажем, меня замуж. Пошли? Да, но мы начали вместе жить, то есть какие-то строили планы. Круто. Вот, потом он говорит, ну, поехали знакомиться с моими родителями. Мы поехали к его родителям. Приехав туда, мама говорит, пойдем со мной побеседуешь. То есть мы пришли, начали разговаривать. Она достает фотоальбом, вот, и начинает показывать фотографию его первой супруги. Мудрая женщина. Да. Молодец. Если смотрите сейчас, продолжайте в том же духе. Ваш сын не женится никогда. Она хранила, что память о бывшей девушке или что, я не поняла. А в какой момент она вдруг вам сказала, что вот родишь детей, но дети будут только отчество его носить, а нашу прекрасную фамилию нет. Да. А вы задали вопрос, не спросили, а почему? Ну, потому что она переживала. Так как был развод, он был богатый, так скажем, полуимущество, забрала первая жена. А фамилии тут при чем, если дети будут общие? Ну, вот она очень переживала по этому поводу. А вы бы ей сказали, так это я полюбасу вас от, если что, откушу. Поэтому какая разница, на чьей фамилии будет? Вы знаете, была молодая, не могла, к сожалению, это о вас сказать. Самое главное, надо меня сдерживать, потому что я сейчас начну смеяться. Не смеяться, не знаю, сильно, как ты умеешь. Потом мы с ним, так скажем, сели за круглый стол и стали беседовать по этому поводу, обсуждать поведение мамы. На что он сказал, я не пойду против своих родителей, вот как мама хочет, так у нас и будет. А вы как обсуждали поведение мамы? Сказали, ну-ка, сядь-ка за круглый стол, вот я тебе что хочу сказать. Плохо ведет тебя твоя мама. Нет, вы знаете, или как? Нет, я сказала, что у нас с твоей мамой был разговор, который мне не понравился. Можно ли с тобой это обсудить и как-то вот прийти, так скажем, к общему знаменателю? Первая заповедь. Девочки, когда вы ходите замуж, и вы понимаете, что свекровь не даст вам жизни, но сын любит свою маму. Никогда. Вот старайтесь избегать вообще любой оценки, любых обсуждений, любых замечаний, только выиграйте. Я за всю жизнь видел только одну хорошую свекровь, в том плане, что как бы моя подруга, которая дала своего сына, как бы, и она прям оберегает невестку, она прям ее любит, и прям все чудесно. Свадьба не состоялась. Нет, нет, мы расстались, и... А третий? Вышли замуж за третьего? Нет, уже был гражданский брак, так скажем, с третьего. Но он был такой разведеныш. Была бывшая семья, был ребенок, вот, соответственно, он жил у мамы, жить было негде, так скажем, даст, а так не особо велик. Поэтому... Но вас ведь раздражало, нет, а то, что он много времени посвящает своей бывшей жене. То есть с детьми едет отдыхать на выходные к бывшей жене, а что, это чувство вины или что? Да, это безумное чувство вины, да, потому что, то есть, получается... Вы его отбили, его или что? Рестенок, нет, ребенок растет без отца, то есть, получается, да, вот он переживал по этому поводу. А на каком, на какой неделе или месяце вас стали раздражать походы к ребенку? Они меня не то чтобы раздражали, они меня абсолютно не раздражали, я просто просила как-то это, так скажем, компенсировать внимание. Нет, сколько времени прошло после вашего знакомства, когда вы стали его просить? Года два. А то есть два года терпели? Да. Ну, это надо в любом случае делить свое время стопроцентное на одного ребенка 50%. Она вообще не готова делить с чужими детьми мужика. Вот, альтернатива у него была, не жить у мамы, реже встречаться. Так, нет, он у нее потом жил. Да, мы жили у меня. А жил у вас, но выходные предпочитал? Ну, конечно, да, он встречался с детьми, да, безусловно, на выходные. А он что, прям вот такое чувство вины, что даже к психологу пошел? Да, он ходил к психологу, потому что... И что, психолог? Психолог, ну, она пыталась как-то его вот именно перенаправить. Она вам позвонила и сказала, делай от него ноги, да? Да, она позвонила мне, говорит, Ань, придите, то есть, ко мне на прием. Я прихожу, вот, она говорит, вы знаете, там бесполезно. Говорит, если хотите себе счастья, вот просто, говорит, расстаньтесь. Меня удивляют психологи, которые дают прямые советы, например, бросить мужчину. Что-то это удивительно. Очень, ну, нет, молодец, значит, опытная. Она даже не смотрит на него. Она как будто к ним пришла. Она стесняется. А вот вы сказали, что он пришел, ну, практически вообще вот тот самый примак и влазень, что пришел на все готовое. А что у вас она готова? Вот, говорит, видео у вас есть, да? Да, у меня есть видео, так я же вы... Давай, что у вас в какой городе, Анют. Расскажите, Анют. Я люблю активный образ жизни и много путешествовать. А еще я люблю заниматься спортом. Добро пожаловать ко мне домой. А это моя спальня. Я очень люблю здоровье с вами. Это моя кухня. Я очень люблю готовить. Я работаю в крупной компании в сфере строительства. Это моя рабочая инвестор. Каждый день я знакомлюсь с интересными людьми, веду новые проекты и большую часть своей жизни провожу на работе. Значит, у вас две квартиры в Ростове, на данном машине. Скоро будет квартира в Москве. Да, я купила квартиры. Вы все заработали сами. Да. А простите, а кем работаете-то? Ну, я работаю в сфере строительства много лет. У меня параллельно свой бизнес. У меня хорошие доходы. Умница. Ну, и что-то такого. Работаешь и работаешь. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Он отлично подходит нашим любимым блюдам. Махеев. Вкусно каждый день. Я, например, нашла несколько точек соприкосновения. Вы любите спорт. Да. Творчество. Вы активны. Вы красавица, в конце концов. Спасибо. Вам-то нравится, Алексей? Да, симпатичен. А Барнаул? А Барнаул – нет. А как будете решать? В Москву заберете? В Ростов? Нет, в Ростов однозначно. Я живу уже в Москве. То есть я, грубо говоря, москвичка. Я всегда за, чтобы мужчина мог у меня проживать. А Барнаул – нет, смотри. Она не готова. Она не пойдет с ним на компромисс. Нет, в Ростов однозначно. И, скорее всего, с детьми она его тоже заниматься не будет. У Алексея тоже двое детей. И он встречается, как все воскресные папаши, тоже по выходным. Как вы на это смотрите? У вас, получается, история повторяется? Ну да, история повторяется. Да, я это прекрасно увидела. Я не против. Я рассматриваю мощь права. Как право, да? Да. Я сама хочу двоих. Она так замуж, так скажи, что зубов хочет, что даже уже свадьбошные дела принесла. Кто же такие вещи делает? Это неплохо. Это неплохо, кстати. Это просто трючат бояться. Вся в мое время уже, в принципе, думать о своих очень плотно. Нет, она сказала копилочку. А Леша борется? Чего она борется? Алексей, копи на меня деньги, пожалуйста. Видите, вот копилочка специальная, с намеком. Что-то вам, походу, видишь? Смотри, опаньки. Мне остается только предложить вам показать сюрприз. Спасибо. Я знаю, что Алексей очень любит дискотеки, клубы. Приглашаю потанцевать. Спасибо. 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 Ну, вы, ну, вы, ну, вы нам за вами подходили, потому что вы не отылили. Хотите свой звук плотеной. Будем отходить в мой фильм. Я стараюсь соответствовать. Какой он смешной. Роза-роза. Давай, 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 покажем наш попон. Давай, центр, давай, дик центр. Давай, давай. Ну-ка, смотри, какие тебя бумсы ждут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наташенька, танцевали вы с потенциальной невесткой. Прекрасно, вам было весело. А, в принципе, видите ее рядом со своим братом? Ну, почему бы нет? Девушка, во-первых, темненькая, как по желанию. Стройная, как Алексей хотел бы и любит, да? Маленькая такая. Красивая, миниатюрная. Я думаю, он смог бы ее носить на руках. Ну что, скажи мне, как Алексей тебе понравился? Ну, твоя брата, молодой человек. Алексей? Ну, я не готов ответить. Я не видел все варианты. Но она симпатичная. Ну, чтобы вы получше узнали нашу невесту, я вам предлагаю один из вариантов. Вы можете выбрать. Знакомство с ее родителями, скелет в шкафу, либо пообщаться какое-то время наедине. Давайте в шкафчик заглянем. Не боитесь? Да я в жизни уже все посмотрел, ничего не боюсь. Что у нас здесь? О, сколько, сколько. Это деньги на переход до Ростова-на-Дону? 500 долларов. Как вы думаете, что это? Я думаю, это бумажки. И что бы это значили, эти бумажки? Ну, для кого-то, может быть, ничего-то значили бы, но не могу догадываться. Но для меня деньги не главное. Для вас деньги не главное. А вот Анечка могла себе позволить целоваться за 500 долларов. Это что, поцелуй за 500 долларов? Ну, это хороший бизнес. Ой, я тоже хочу. Нет, подождите. Во-первых, это был не бизнес. Это была шутка. Анечка, на секундочку, можно тебя? Разъясните. А что это такое? Вообще, это мы спорили с друзьями. То есть у нас был спор своеобразный. И друг вам дал 500 долларов за поцелуй. Вы взяли, не превратив это все в шутку? Нет, я, конечно же, это не взяла, безусловно, но тем не менее. Ну, поцеловались? В щечку, да. А, в щечку. Ой, ну ладно, в щечку за 500 долларов. Да, да, да. Нет, слушайте, не портите прекрасную историю. Да, все, спасибо, проходите. Что было, то было. Не страшный скелет, да. Бывает и хуже. Настоящий скелет. Развернули, как будто и зарабатываете. Мне Анна понравилась. Я могу сказать, что она, в принципе, в свои юные годы имела пристрастие к сложным ситуациям. В отношениях мы про них слышали, и вот твой скелет тоже тому подтверждение. Но сейчас она попадает в группу «Серьезность и стабильность». И я могу сказать, что она в этом году, действительно, в ближайший год, она готова к отношениям действительно по-настоящему. И есть все шансы их обрести. Она сейчас может четко называть того мужчину, который она хотела бы видеть рядом. Но учитывайте, что ей палец в рот не клади. Я думаю, что вы это уже понимаете. Есть такая немножко грубоватая русская поговорка, что куда черт сам не полезет, то он туда женщину пошлет. Вот я могу сказать, что не всякую женщину, но Анну посылать можно, если что. Послушайте, ну, во-первых, она из Ростова-на-Дону. Это абсолютно определенный тип девушек. Абсолютно верно, слушайте. Но у нас впереди еще одна невеста. Абсолютно верно, слушайте. Привет. Привет. Я Нигилина. Я Алексей. Будем дружить. Попробуем. Проходи. Постараемся. Расскажите о своем щедром и неверном первом мужчине. Ну как, хороший был, очень умный, образованный, интеллигентный. И этим, собственно говоря, он меня завоевал. Старше вас? Старше, 17 лет. Но он не только этим вас завоевал, между прочим, он был настолько щедр, что вы понятия не имели, что такое кухня, готовить, убирать. Он вас не просто обеспечивал, были домработницы, гостиницы, кухарки, няньки, рестораны. То есть у вас была прекрасная жизнь, вам ни о чем не нужно было думать. Наряжал как куколку, деньги давал. Как-то вы с тоской вспоминаете об этих временах. Ну как, нет, на самом деле... Еще, я бы тоже с тоской вспоминала. Это был прекрасный мир, и вот он рухнул в тот самый день, когда вас на беседу вдруг позвала какая-то незнакомая вам женщина, да? Ну, это незнакомка для меня была незнакомка, а для всех окружения она была даже очень хорошая знакомка. То есть только я как бы в эйфории ничего не видела, не знала, или просто не хотела знать. Оказалось, что она его женщина параллельная, и у них есть ребенок. Она была его законной женой, или... Ну, тут тоже он такой вобилас, на самом деле. Оказалось-то, тоже вот скелет-то у него был. Нет, он скрывал это все, не говорил, и как-то я что-то такое слышала. Но я всегда пыталась раскопать. Я всегда нахожу все. Хорошо. И вот когда вы узнали, что у него есть ребенок, и это женщина, вы к тому времени были уже беременны? Ну, это как раз-таки вот расследования мои, как начались, потому что все это так было за... Мужчина был в курсе ваших расследований, да? А был в курсе вашей беременности? Тогда нет. Когда мы встретились с троем, я сказала... А почему до этого? Потому что любящая женщина, любимому мужчине, первой, кто узнает, она говорит, что-то меня как-то поташнивает. А потом, кстати, расскажешь, как ты, Сережа, про свою беременность рассказала. Это такой интимный, эротичный момент, такой счастливый, когда тебе говорят, что ты станешь папой. Ой, красота. Почему нужно было в такой гнусной ситуации, когда сидит ваша соперница, этот мужчина, и вы ему говорите, а я, между прочим, и тесты ему на беременность. Почему? Не знаю. Нет, знаете, какого хотели результата, какого хотели ответа, какой реакции от него хотели? Подруге, помогайте. Для чего она так себя изгнала? На самом деле, мне хотелось сказать, что Нигелина очень добрая и всегда на протяжении ее всей жизни добротой ее пользуется. Так же и в случае мужа, когда муж тиран, он там обижал ее. Послушайте, во-первых, он не был ее мужем. Во-вторых, ни о какой тирании здесь речи не шло. Потому что Нигелина сказала, что он был прекрасен, щедр. Он нормальный, хороший. Не дрался. В плане измены. Она как бы понимала, что он ей изменяет, но она, так как была юной и молодой, она просто как бы отпускала эту ситуацию. Да назовите вещи своими именами. Хотела его удержать. Мужчин полно свободных. Надо было просто найти другого, и другой бы нормально женился, и все. Вы же с ним, когда начали встречаться с ребенком, ему сейчас будет 6 лет. И вот вы, не имея теперь ни мужа, ни подарков от него, живете одна с ребенком, и в это время у вас появляется... Нет, ну у меня же там целая история. Я, например, вообще... А вы ей рассказываете? Вы водите хороводы? Да, вожу хороводы. То есть в этот момент, когда мы встретились троем, и когда я увидела этот треугольник, я не хотела там участвовать. Мне не нужны ни деньги. Не хотели бы... Да перестаньте, хотели. И денег, и его хотели. Нет, нет, нет. Потому что если бы не хотели, вы бы не стали встречаться с этой соперницей. Оно вам нужна была на 300 лет? Ну, я хотела узнать, правда, что он мне говорит или нет. Что он с ней расстался, и что она уезжает. А когда она мне показала фотографии, и когда она мне рассказала, что... Где они вместе, да? Совершенно, собственно, не так. Это я ждала от тебя такую реакцию. То есть, как бы... Ну, я не знаю, что он говорил ей. Я не знаю... Я знаю, что он мне говорил. Говорит, да, вот, я ее сейчас хорошо провожу, устрою, да, я помогу человеку жить. А на самом деле там отношения? А там отношения. Просто я, в виде этой ситуации, я не хотела. И он предпочел вам ее, уже с готовым ребенком? А я, я тогда бросила институт. Предложил вам сделать аборт? Нет. Мне кажется, что она не договорит свою историю, потому что она вообще не смотрит в глаза. Она пытается как будто увиливать. Она вот все обходит эти углы. Сейчас ребенок где? Здесь, в Москве. А кто помогает? Кто помогает? Я помогаю. Он ни копейки, я не брала, обратите внимание, ни копейки. А что вы гордитесь-то? А он придаёт? Ни копейки, я вам приглашала. Да. Он мне хочет купить квартиру. Ой, какой молодец, а. А в Москве как оказались? В Москве оказалась... Приехала. Меня позвали работать... Сколько лет назад? Четыре года назад. А позвали работать кем? Я, ну как кем, это было агентство праздников, и я очень активно принимала... Я общалась в интернете, и так, таким образом, как бы меня пригласили. Я приехала. Вы живёте в съёмной квартире? Ну как, сейчас мама в своей живёт, я пока в съёмной. Нет, в Москве? Да. Вы живёте в съёмной квартире? А мама где живёт? В своей квартире. В Москве? Она в первую очередь для мамы приобрела квартиру. А вы маме квартиру приобрели? Да. Сколько лет назад? Нет, это недавно. Мам, сколько? Где-то, ну, год... Месяца два, наверное. Продали всё в расходе? Нет, я работала 24 часа. Хорошо. Сейчас живёт ребёнок, помогает мама, да? Вы живёте в съёмной квартире. Почему не вместе? Ну, мама, наверное, немножечко не выдержит моего ритма. И всё-таки надо ей более комфортно и более пространство. Какая глупость! А вы ребёнку нужны, хоть в одной коммунальной комнате. Для чего, много вопросов, для чего вам съёмная квартира, на которую вы тратите ещё деньги? Ну, нормально, то есть мне тоже нужно немножечко спокойствие, своё пространство, мне тяжело будет крайне. Да это нормально, я вам то же самое, я вначале первый. У меня абсолютно такая же история, ну, в том плане, что сначала, чтобы у родителей всё было, а потом на себя. Ещё 6 лет я как бы на следующую работу. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока реклама, оставайтесь с нами. Вы приготовили сюрприз? Да. А что для него нужно? Мне надо немножечко подготовиться, а вас попрошу на сцену. Ну-ка, давайте все сядем кулом и будем как на концерте. Что это? Это жаба. Какая-то она красивая. Это синий. А ты девочка? Угу. Привет. Привет. Аниматор. Мне кажется, что можно было так обыграть. Ласки, эти ласки, эти земли, ласки, эти сказки, Ласки, сказки, лишь ловушки. Спасибо. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста, в свою комнату, девочки. Ну, не верю. Сплошные нескладушки. То, что я сейчас увидела, этим не заработаешь в Москве на квартирах. Я не верю. Это все абсолютнейшее вождение. За нас все неправда. Просто у девушки созрела какая-то своя красивая история, которую она сейчас рассказала и придерживается... Нет, это никакой истории нет. Это абсолютная ложь. За 4 года в квартиру Москвы. Мама живет в своей квартире, она живет отдельно. Тогда я, например, думаю, что она работает не аниматором и развлекает не детей, а совершенно даже... не детей. А мне возмущено. Пожалуйста, тогда объясните, Нигелина, потому что мы не верим. Ну, все не с кладушки. На какие такие жила, на какие приходят. Приходят именно столько, сколько тебе надо. Послушайте, здесь, если хочешь купить однокомнатную квартиру, я снималась параллельно в нескольких квартирах. Завязала себе так, чтобы купить однокомнатную в Химках. Понимаете? И я не вы, я покупала не в вашем возрасте. Я много изучала. Есть момент дублицирования. Я не могу быть именно я. Есть другие люди, которые помогают. Хорошо, Нигелина, вы продолжаете водить нас за нос. Нет, я сейчас... Я буду, например, жениха отговаривать, чтобы он к вам шел. Потому что вы не просто непрозрачная, вы не просто темная лошадка, а вы девушка-кошмар. Это страшно. Лариса наседает вот у нее. Ну, может быть, я действительно кошмар. Да, это правда. Это правда я действительно такая. Но я все, что говорю, это всегда правда. Я не обманываю. Проходите в свою комнату. Спасибо. Ты прекрасно сама понимаешь, что нелегко выходить в студию и рассказывать на всю страну историю, которую ты хотел бы забыть и рассказывать бы не хотела. И понимаешь, что очевидно ошибся. Поэтому и подготовка, поэтому уже выходила на слезе, в волнении. Нет. Поэтому сама... Нет, это слеза была не от того, что волнение, а от того, что врет. А врать стыдно. Если она не обманула меня с датой своего рождения, то в следующем году она может выйти замуж, как она запланировала. Но мне бы хотелось знать, она вот именно хочет замуж или все-таки хочется любви и отношений нормальных? Потому что пока все, что было, это все из области планирования своей жизни, я бы сказала. Нет, ты знаешь, в жизни бывают ситуации, которые, ну, боишься сказать. А тем более общественное мнение. Это очень много значит. Алексей, ну у вас еще есть две опции. Вы можете провести минуту наедине с невестой, либо... Может быть, она мне... Познакомится с ее мамой, которая, кстати, сзади... В приватной встрече расскажет все правду. Пожалуйста, проходите, мы вас подождем. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Как ты относишься к деньгам? Как к средствам для существования или к самоутверждению? Нет, я как спорт. Мне интересно. Тебе интересно зарабатывать деньги как спорт? Ну как, ну как, пока сейчас у меня ничего нет. Ну это же как бы, ну как... Ну мне просто интересно. Ну не ради них, мне это даже не надо. Нет, просто я понял, что ты 24 часа работаешь, а жизнь-то проходит. А вот у меня то у человека... Я вот так не готов и не согласен. Опять ты на человека пеняешь. То есть я вот живу в свое удовольствие, там есть какие-то заработки, да. Я не стремлюсь стать богаче, чем кто-либо. Просто если оно есть, оно придет, да. А ты, получается, живешь работой и вот всю свою жизнь, общение с ребенком и поставила именно вот на деньги, поменяла. Вот, мне вот хотелось бы узнать. Поэтому я и пришла сюда, хочу поменять как-то, найти. То есть ты готова отказаться от заработков, если будет встреча любимого, и он, в принципе, будет устраивать тебя. Ну не так прям. Спорт у тебя этот кончится или нет? Нет, ну так-то уже спокойно будет, тоже будет семья. Уже не будет смысла, когда я... У меня вопросов больше нет, спасибо. А так я не обманщица-то не сказала. Спасибо. Я просто сгораю от любопытства. Алексей, что-то прояснилось за это? Ну она не обманщица сказала. Нет, это она вам сказала, я не обманщица. А вы для себя что-то поняли, расшифровали Нигелину? Ну, принимать решение рано еще. Я просто говорю, для что-то стало вас, вот когда вы остались на Едине? Ну я для себя, да, сделаю вот это. Он уже, по-моему, от всех невесту стал, но я ему не нравлюсь. Но у нас впереди еще одна невеста. Я предлагаю с ней познакомиться. Проходите. Привет. Здравствуйте. Алексей. Алексей. Меня зовут Олеся. Очень приятно. Я бы очень хотела с тобой познакомиться. Мы уже в процессе. Проходите. Проходите. Олеся. 28 лет. По образованию юрист и преподаватель вокала. Временно не работает, потому что пишет диссертацию. Обожает джазовое пение и мечтает выступить на большой сцене. Предупреждает, что она слишком мечтательна и романтична. Бывший возлюбленный Олеся часто выпивал, странно себя вел и параллельно встречался с другой девушкой. Надеется, что у Алексея серьезное намерение. Олесечка, а в чем заключалась странность вашего бывшего? Он, когда выпивал, он становился совершенно другим человеком. И у него бывало такое, что он даже бегал по квартире с пистолетом. Он мог спокойно вообразить себе что-то. А маме вашей нравился? Моей маме он поначалу нравился, когда он не пил. Он однажды напился так, что абсолютно голый вышел попить чайку с вашей мамой? Да, эта история произошла так, что мы были дома, и моя мама решила проверить, чем мы занимаемся. И когда она пришла в гости, я, соответственно, посадила ее за стол на кухню и налила ей чаю. Вот. И он внезапно вышел голым, и мама так... Ой, ну как же так там. А он был трезвый? Это была выходка или это именно алкогольное опьянение? Нет, алкогольное опьянение. Позитивный молодой человек у нее был, конечно. А вам он был на кой вот такой? Ну, поначалу мы знакомились, он вообще был нормальным парнем. А как только поняли, если вы знаете про его запой, значит, он при вас запевал. Ну, я любила. Вот эта девочка больше всего ему понравилась. Ну, потом получилось так, что он уехал отдыхать, и там познакомился с девушкой из Иваново. А отдыхал без вас? Без меня, конечно. Ну, его родители отправили, они подумали, что я на него дурно влияю. А сколько было лет вам? Девятнадцать. Девятнадцать лет? Да, ему семнадцать. Сколько? Да. Господи. Но он не выглядел на семнадцать лет, он учился уже в МГИМО, и он был нормально развит. А, ну, то есть, видишь, молодой человек очень умный, очень грамотный, то есть было интересно. И вот появилась эта девушка, и, может быть, он вам голову морочил, обманывал, провоцировал, или она была на самом деле? Или вы не уверены? Она была. Я проверяла, я как-то сделала распечатку звонков, все было очень интересно, проверила в интернете пароли, все. То есть, ну, он мне как бы не закрывал это все, он не скрывал. Вот. Она была, она звонила. А Аши не выяснились с ней? Мы с ним расстались на тот момент. А потом получилось так, что опять сошлись. То есть она терпела девушку еще параллельно? Получается, как она была, периодически. Точно так же, может быть, еще кто-то был, понимаешь? Вам нравится Алексей? Алексей? Он интересный парень. Двое детей не смущает? Я ответила. Нет. Вы москвичка? Да. Возьмете к себе? К себе я не могу. Я живу в коммунальной квартире. А! Мама отселила? Нет, мне папа подарил. Понятно. Сказал, вот тебе начальное. Да, все остальное сама. Ты умная девочка, я тебе доверяю. Ну так что, в Барнаул или к себе в Москву? Ну, где понравится. Я думаю, можно договориться. Вообще сегодня все девушки красивые, и мне кажется, Алексею крайне сложно выбрать. Алексей? Я думаю, что стоит посмотреть на сюрприз. Да, сюрприз. Сейчас посмотрим, что она приготовила. На темно-синем небосклоне, в конце безоблачного дня, огнем лазурным заменем. Ну, ты же видишь, она по вокалу учится, поэтому у нее как бы голос поставлен. Сладкий, магический, сказочный и окрыленный мечтой, Покрытый заманчивой тайною, Забылся мой солнце лохой. Вечером теплым и ласковым я повстречала тебя. Тихим божественным вечером, Слазни земная мечта. Спасибо. Спасибо, проходите. Глаз не сводил с тебя. Пусть реклама, мы снова встретимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Три образования, писать диссертации, жить в коммуналке. Да, и позволить себе мужчину, который будет за неё демонстрировать свои амбиции в жизни. На самом деле, с этим молодым человеком у неё действительно был роман всерьёз. Но только она, может быть, в силу возраста не могла это демонстрировать миру. А он это позволял себе демонстрировать. И это для неё, для молоденькой девочки, было очень-очень притягательно. Это называется любовь. Это любовь, да. И ей нужен мужчина, который будет с этой харизмой, силой самопроявления, скажем так, ей сопутствовать и помогать ей. То есть ей нужен мужчина, который хочет многого от жизни. И дерзает. Алексей, у вас есть, вернее, остался ещё один бонус. Знакомство с родителями. Я беру его. Берёте. Мамочка, приглашаю вас. Здесь. Нина. Алло, да. На вас произвёл впечатление бывшей возлюбленной Олеси. Я знаю, что вам не понравился Олесей. Я так не смогу. Не понравился? Нет, вы ко мне подошли во время рекламы и сказали, что за жениха вы выбрали. А я услышала с носом таким, клювом прямо. Ну, вам какая разница. Не вам же с носом жить. Сейчас она скажет всю правду матку. Вот как она думает. Срава. Я хочу вам такой вопрос задать. А как вы насмотрите по хозяйственной части вот дома? Допустим, гвоздик забить, огород пойти вскопать. Потому что у меня дача. Правильно, хороший вопрос. Соток сколько? Пахать, да. 14. Ну, в основном там цветочки растут. То есть вот с какой целью вы выбираете жениха-то, да? Копать. Можете лопатку. Всё, могу копать, могу не копать. Молодец, мужик. Универсальный, смотри, на всё готово. А когда это он не будет копать, если у него гитара, хочет научиться играть на пианино, утренние пробежки, двое детей, между прочим. Я знаю. Конечно, когда это он вам будет копать? А на этот счёт про двое детей. Следующий вопрос. Про двое детей теперь. Дети, они всегда хотят папу вернуть. И всегда они, это как бы, чтобы папа был поближе. Вот. Как вы будете часто к детям ездить? Ну, дети подрастают, я думаю, можно канал связи будет наладить, чтобы они ко мне приезжали. Потом он скажет, что они будут в Барнауле. Или я там буду рядом жить. И привезёт их к вам, устроит в школу, в институт, будет они жить в Москве. Нет, там мама не позволит. Мама не отдаст никогда. А, кстати, пропишите. Нет, зятя прописывать однозначно не собираюсь. А у вас-то какие вопросы? Это ж вы выиграли бонусы? Я удивился, что как бы на себя инициативу тёщенька взяла. Подозрительно. Точно. А вы не попиваете сами, как зять-то бывший? Ох, нет. Ох, нет? Да. Ну, это хорошо. То есть, видимо, ты настолько ему понравилась, что какая-то, может быть, связь возникла между вами. А как часто будешь молодых навещать? Да, посмотрю. Не, ну перспективе как там? Раз в неделю? Ну, мне может быть достаточно два-три раза. Один раз на голову взглянуть и уже зачем мне что-то ходить. Спасибо вам большое. Заходите уже. И всё, и хватит уже. Ну, так что, у вас, ну что, не знаю, дополнило к образу Колеси что-то вот речи мамы, ответы мамы? Мама более импульсивная женщина, конечно, чем Олеса. Вот. Ну, ябл не от ябл, они говорят, недалеко, может, с возрастом поменяется. Хотелось бы такую, как тёща потенциальная? Ну, с ней весело, а что? Вот я бы сейчас на твоем месте вышел и сказал, я вылитый отец. Я бы такой, что мы все вместе вышли и сказали это. Наталья, я абсолютно уверена, что вы уже определились. Кого будете советовать своему брату? Слушаю вас. Я бы выбрала первую Анечку. Она подходит по параметрам, её можно носить на руках. Можно с ней... Мало того, есть куда вносить вот это вот на руках. Правда? Ну, я думаю, это не всегда девушкам нравится, когда мужчина приходит на её территорию, как бы... Вообще, в принципе, должно быть наоборот. Я думаю, что она не поедет в Барнаул, но к себе примет. Нет, ну, там, может быть, дальше, если получится, что-то можно будет начать там... Ну, это... У неё уже давно всё начало. Вам следует пойти к Олесе, потому что Олесе сегодня-то уже так уверенно, хороша с собой. Но у вас будет возможность начать всё с нуля. Мама видела её парня, я не конкурирую точно. Роза, кого советуешь? Ну, конечно, я бы Олесеньку советовала, раз вы всё-таки рвётесь в Москву. Плюс рояль, она вас научит. Правильно, да, действительно, ты его научишься, в совершенстве будет владеть. Конечно, вы выберете Анну. Но, правда, прыгать вы будете с тумбы на тумбу, как в одном фильме было сказано. И деньг она заставит, если, конечно, грыжу не нарастите. И потребует, так что не полежите. А, Нигелиночка, вы не переживайте. На сайте двоеточка.тв найдём вам жениха, так что не бойтесь. Я бы предложила вам по-прежнему подумать всё-таки над Олесей. Я понимаю, что насильно мил не будешь. Я понимаю, что Анна вам очень понравилась. Ровно ваш типаж произвела впечатление. Но ей мужчина нужен другого внутреннего склада. Вы чрезмерно прямолинейны. Вы более открыты, чем ей, наверное, нужно. Я считаю, что именно Олеся могла бы мужчину такого, с таким огненным темпераментом, как вы, в какие-то моменты времени и с такой подавленностью в другие моменты времени, как-то поддержать и, ну, тянуть за собой, что ли, и толкать впереди себя, когда это необходимо. Но делать это не грубо. Поэтому я всё-таки за Анну. А ещё мужчины любят глазами. Василиса, у тебя есть какой-то прогноз. И вот пока Василиса нам будет рассказывать, у вас есть ещё время подумать. Я хочу рассказать о том удивительном времени, когда Солнце идёт по знаку Скорпиона, и одновременно Марс находится в знаке Козерога. Многие знают, что ноябрь – это время такое угнетающее. Людей с неуравновешенной психикой он толкает на то, чтобы жить бурной или опасной жизнью, страстями, кого-то толкает, мучится. Но именно в тот момент времени, когда Марс идёт по Козерогу, вся эта энергия может переплавиться в конструктивное русло. И именно сейчас имеет смысл браться за те дела, которые раньше вам казались неподъёмными. Если что-то казалось очень сложным, чрезмерно энергозатратным, трудоёмким, вот именно сейчас подходите к этому проекту и начинайте его. Потому что, ну, когда, если не сейчас? Спасибо. Алексей, мы в любом случае вас поддержим. Проходите туда, куда решили. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Меня зовут Маргарита, мне 29 лет. Я руководитель проектов, занимаюсь оснащением клубов, баров, ресторанов. Люблю всё прекрасное, люблю мир искусства. Хочу встретить мужчину с социальным статусом, выше меня. Хотелось бы, чтобы он был выше меня и ростом тоже. Должен быть интересный внешний. Я люблю глазами. Мы не знаем, выйдет Алексей один или с избранницей. Я приглашаю всех, выходите. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Вы пойдёте со мной? Да. Пойдём. Я вас понесу. Можно? У нас есть пара Алексей и Анна. Если вы одиноки, пишите на сайт Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер, 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачно. Я открываю ММС-ку, а там мужские достоинства. И фотографии моей девушки. Вдруг у вас завтра будет ещё одна какая-нибудь фантазия. И вам захочет, чтобы она вообще не старела, а молодела в том числе. Если он гуляет от своей супруги, почему он не захочет в дальнейшем гулять и от меня? Конечно, если бы у неё был выбор между апельсином и клизмом, она бы выбрала апельсин. Он познакомился с ней в течение трёх дней, она ему отдала все деньги, которые у неё в банке были, и он ушёл. Поэтому не хотелось бы, чтобы рядом ходил жиртрест такой, с собаку ростом. Редактор субтитров А.Семкин